я снова рад приветствовать вас у нас на канале олдачмен в нашем политклубе в котором мы ведем дискуссии на политические темы и экономические темы и сегодня весь наш выпуск будет посвящен республике молдова и попыткам законодательной власти страны вступить в ес как вам известно два года назад после нападения россии на украину еврокомиссия председателем которой была и остается сейчас после переизбрания урсула фон дер ляйн подписала с молдовой и с украиной кандидатские программы на вступление в ес что входит в эти кандидатские программы 7 основных пунктов которые в течение определенного срока времени допустим около 10 лет дается странам они пункты должны быть выполнены один из основных пунктов борьба с коррупцией если нет возможности свести ее вообще на нет то довести борьбу с коррупцией до высшего уровня так чтобы в высших эшелонах власти коррупции вообще не существовало второй пункт это улучшение благосостояния жизни населения повышение экономического уровня и так далее так вот ну что там что там никаких продвижений по этим программам не слышно не видно и вряд ли будет какое-то улучшение по этим программ так вот сегодня мы с вами поговорим именно о молдове граждане которые смотрят меня из молдавии из молдовы прекрасно знают о том что 20 октября этого года будет проводиться в молдове референдум о вступлении молдовы в ес то есть правительство хочет знать мнение народа хочет узнать или нет неважно она будет делать так как она хочет сама им плевать на мнение народа вот уже сколько с лишним 30 лет и на основе этого референдума будут поданы опять какие-то заявления на основе которых по надежде президента молдавии мае санду и ее окружение можно будет надавить на еврокомиссию чтобы еврокомиссия продавила поскорее вот это вот очередность вступления молдовы в ес и наконец-то приняли молдавию в ес ну молдову молдавию неважно суть от этого не меняется так вот президент и ее окружение очень сильно надеются на то что их примут вес именно так не молдову а их примут вес почему но потому что им абсолютно наплевать на свое население абсолютно наплевать на свой народ если бы это не было так давайте будем смотреть чисто открыто на эти факты полтора года назад в конце двадцать второго года моя санду со своим окружением ездила в брюссель в европарламент пыталась нам выступать и основной целью ее визита в европарламент было прошение очередного сумасшедшего денежного кредита для молдовы на развитие экономической сферы и социального уровня жизни людей урсула фон дер ляйен добродушная женщина слушайте она всем готова помочь если бы это было из ее кармана она об нихрена никому не помогала а так если это общественные деньги то почему бы нет пофиг блин кто их там будет считать на нее до сих пор идет уголовное дело за пропажу 7 с половиной миллиардов евро которые она при помощи сотого телефона дала добро на якобы закупку и разработку вакцины против коронавируса которая вакцина разрабатывалась другими фирмами сумасшедшие деньги ушли в пустую она до сих пор не может объяснить куда делись эти деньги семь с половиной миллиардов ну так вот это так вкратце в общем моя санду поговорила с урсулой фон дер ляйен это пообещала до конца следующий про следующего года то есть прошлого 23 дать молдове денежный кредит естественно под какие-то проценты под обещание мая санду 100 миллионов евро опять-таки на развитие экономики социальные уровни жизни и т.д. и т.д. и т.д. майя санду приехав домой со своим окружением вот этих министров своих этих скажем так открыто прихлебателей приехала она домой в конце ноября 2022 года и следом за ними пришел первый транш 30 миллионов евро это огромнейшие деньги это огромнейшие деньги примерно 35 миллионов долларов и когда эти деньги пришли что сделала президент молдовы майя санду она в первую очередь в благодарность правительству и депутатам которые голосовали за нее которые поддерживают все ее решения заявления законопроекты и так далее она им с декабря 2022 года подняла зарплату вдумайтесь те кто живут в молдове они прекрасно знают те кто меня смотрит не из молдовы просто вдумайтесь в эти суммы она подняла своим депутатам в парламенте зарплату от 13 до 15 тысяч евро в месяц чтобы вы знали что это за сумма 13 тысяч евро это примерно 260 270 тысяч леев молдавских это огромнейшие сумасшедшие миллионные деньги на эти деньги простой человек может жить несколько лет в той молдове но она подняла зарплату своим вот этим вот депутатам наплевав на свой народ наплевав на чаяния народа наплевав на то что во многих селах люди живут скажем так за чертой бедности и вот сейчас майя санду пытаясь опять выудить какой-то транш у евросоюза официально заявляет о том что 20 октября этого года будет проходить у нас молдове референдум на площади великого национального собрания для тех кто смотрит из молдовы чтобы вы знали куда собираться потому что вам за это будут давать деньги как минимум по 200 по 300 леев не евро на руки пьяца мария донери национале инра кишинел она хочет при помощи вот этого референдума на котором будет спрашиваться мнение населения страны хочет ли она в ес или не хочет она будет пытаться опять попросить какого-то кредита денежного вы знаете какой сегодня внешне экономический долг молдовы а вот вы посмотрите просто в интернете на ресурсах я это вам говорить не буду не хочу потому что найдутся люди которые скажут я обманываю поэтому просто сами посмотрите какой уровень внешне экономического долга молдовы на сегодняшний момент все те деньги которые молдова получает якобы на улучшение социальной жизни на развитие экономики на укрепление благосостояния эти деньги мгновенно куда-то пропадают и ни один правитель ни один президент молдовы все еще не смог дать внятного разумительного ответа тем фондом которые дают деньги куда они делись то же самое с этой мая санду она вот ну будучи на ее будущность министром она закрыла свыше 50 школ по республике мотивировав это тем что эти школы не рентабельны мол типа они в этих местностях где они построены они не нужны будем в других школах заполнять классы до отказа в конечном итоге а это сильно ударило по системе образования молдовы то есть чем больше скажем так овец тем проще ними управлять если человек думает это уже опасно для легитимной власти есть же такое высказывание книга это источник знаний но если вы читаете книгу вы становитесь врагом номер один для того президента которого вы когда-то по ошибке своей избирали скажите мне пожалуйста вот еще что когда мою санду избрали на президентский пост она первые неделю или первые две недели ходила пешком на работу она ходит до сих пор пешком на работу или все-таки в кишиневе перекрывают определенное количество улиц и районов от дурлеш до бубуечь в тот момент когда майя санду со своим эскортом едет на работу едет исполнять чаяние своего народа кто-то может сказать чуть так возмущаешься чё-то тебе там тебе должно быть наплевать какого какого ты лезешь в нашу республику так далее я лезу в эту республику на основании того что я когда-то сам там жил это раз второе я интересуюсь в вопросами политики и экономики только потому что я по образованию экономист третье я живу в том государстве в котором свобода слова не преследуется по закону и в этом государстве отсутствует такая цензура которая существует у вас допустим в молдове за последние полтора года было закрыто очень много телеканалов а также было закрыто очень много радио студий скажем так не отвечающих интересам правящей коалиции то есть все это сводится к тому все закрытия все эти запреты навещания сводится к тому что это пророссийская прокремлевская пропаганда мол типа рука москвы добралась до молдовы и душит бедный кишинев почему моя санду хочет чтобы молдову приняли вес вслед за этим когда но вдруг молдове скажут да вам еще лет 5 не 6 им так уже говорят 20 лет подряд вам еще лет 5 или 6 мы вас примем вот только вот только как сразу так мы вас примем она рассчитывает на то что если их примут вес то она даст зеленый свет войскам нато которые войдут на территорию молдовы и наконец-то положат конец приднестровскому конфликту то есть она в душе мечтает о том чтобы задавить приднестровье вместо вот вот ты уже какой президент какой ты по счету президент скажи мне мая григорьевна я уже сбился со счету сколько у вас там президентов было и мовки вот этот который дедушка ходил всем медали раздавал из мешка блин который ни черта не делал блин там кто еще там у вас там значимые такие были воронин на потом вот кто был перед тобой игорь дадон но вы его задавили хотя может быть если бы вы одумались сегодня жили бы несколько иначе но ты президент тебе и все карты в руки почему бы тебе не встретиться сегодня с главами приднестровья с терраспольскими сесть за один стол переговоров пускай даже с башканом гагаузии и договориться о создании объектов федерации о создании регионов входящих в республику молдову но имеющих свой свою конституцию свои законы земельные законы свою инфраструктуру что там еще свою социальную жизнь но тем не менее подчиняющихся основному органу власти которые находятся в кишиневе но при этом при этом допустить в парламент в кишиневе вот этих вот глав объектов федерации из приднестровья из гагаузии почему бы тебе ты же президент вместо того чтобы встретиться с этими людьми и решить вопрос без крови и наоборот мечтаешь и жаждешь о том чтобы войсками нато подавить вот этот вот вяло текущий уже давным-давно не конфликт просто так перетявкивание из-за забора одна собака гавкает на другую собаку гавкает а уберут забор они стоят и думают чё это я пойду лучше водички попью ты же президент или ты действительно хочешь чтобы сейчас случилось то же самое ужасное как на украине мне кто-то сказал не говори как русня на украине говори в украине хорошо я буду говорить в украине ты хочешь чтобы случилась такая жестокая бойня в приднестровье находится группировка российских войск и они оттуда выходить не хотят и не выйдут и если молдову гипотетически лет через цать примут в ес молдова поменяв президента с одного на другого это помните был фильм короли и капуста у них там на площади был памятник такой скульптура местного президента и как только выбирали нового президента этого памятника чтобы не сносить весь памятник просто откручивали голову и ставили новую голову которая была похожа на сегодняшнего президента менялся президент откручивали старую голову ставили новую голову был такой фильм 77 года по моему короли и капуста посмотрите он еще интересный там еще николай караченцев играет и валентин гаф а армен джигар ханян вообще офигительная офигительная комедия но со смыслом социальным смыслом то же самое в молдове неважно какой президент приходит к власти он думает точно так же как его предшественник в первую очередь набить свой карман карманы своих родственников карманы своих наношей кумовьёв финнов и так далее а потом уже подумаем из этих крошек может быть что-нибудь достанется местному населению хотя плевать на то местное население действительно вам плевать на местное население в конце 90-х годов в молдове население было три с половиной миллиона человек на сегодняшний день 2 миллиона 350 тысяч куда же делись остальные те кто смог они уехали уехали сбежали другие же просто-напросто получив гражданство той же самой румынии португалии италии уехали и живут в этих странах и работают этих странах вы хотите сказать что вас поддерживает население или типа молдавская диаспора да это газ почему вот я сейчас вам объясню почему диаспора почему диаспора поддерживает существующую власть в молдове потому что это люди которые живут здесь с молдавскими паспортами хотят чтобы их родственники не имеющие возможности сюда приехать имели свободный доступ вот это вот челночество между молдовой и германии скажем так или между молдовой и и италии с молдавским паспортом если у них не было денег на покупку румынского паспорта это диаспора голосует именно только по этим причинам чтобы вытянуть своих родственников а там хоть трава не растет вот почему голосует за вас диаспора они потому что им важно чтобы молдова процветала и так далее им наплевать на вашу молдову если они уехали значит все они не хотят сына и больше иметь никаких дел поймите раз и навсегда поймите и вот этот вот фарс мы проведем референдум по вступлению в ес да проводите вы хоть каждую неделю те референдумы на ес на европарламент на еврокомиссаров это никак не повлияет вот вам пример много лет назад румынию приняли в ес естественно пошли первые капиталы вкладывания денежных средств финансов и так далее в румынию через несколько лет буквально по учились пять лет в европарламенте выступал представитель от румынии и дико возмущался он говорил следующее мы наша румыния вот уже пять лет находится в ес а этот ес еще до сих пор не провел электрификации в наши горные районы и деревни на что еврокомиссары сказали вот этому представитель румынии простите мы вам давали почти 200 миллионов евро куда делись деньги куда делись эти деньги мы вам давали эти деньги под расписку о том что вы сделаете это 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 и это вы ни одного из этих пунктов не выполнили куда делись деньги на что румынский представитель ничего не смог ответить то же самое будет с молдовой поначалу если вдруг вас примут в ес я не спорю пожалуйста ради бога я то тут никак на это повлиять не могу была моя воля я бы расширил полностью все границы и оставил бы так что все люди передвигались бы по планете кто где хочет главное чтобы они вели себя добропорядочно и умно вежливо культурно в чужой стране как говорится не лезли со своим уставом чужой монастырь работали и не наводили пятно на свою нацию на свой народ но это не моих силах а вы хотите вот эти вот представители молдавской власти они про они хотят они хотят вступить вес не они не в нем не молдова хочет они хотят вступить вес для чего для того чтобы гребти лопатами вот эти деньги которые будут есть вкладывать в развитие экономики социальных сфер в молдове и отдать молдову на растерзание натовским отрядом натовским войскам которые с удовольствием пройдут от границы румынии через пруд до днестра и начнут воевать с российской армией то есть сегодняшняя власть молдовы просто-напросто спит и видит как бы разжечь сумасшедший глобальный конфликт на территории европы скажем так на берегу черного моря между россией и натовскими войсками то есть властям молдовы наплевать на свое население так получается не знаю честно сказать это зависит от вас люди будете ли вы там в молдове отдавать свои голоса за за вступление в ес или нет но на месте власти на месте президента молдовы я бы уже давным-давно созвал вот этих вот коммерсантов которые стоят там за отделение приднестровья гагаузи и так далее созвал бы их и сказал бы хорошо без проблем ребята блин вот честно без проблем вы хотите отделиться да да ради бога давайте будем с вами создавать экономические торговые договора будем с вами создавать как два разных государства различные экономические связи пожалуйста вы хотите отделиться не надо убивать людей не надо постоянно держать их в страхе что не сегодня завтра начнется война в девяносто втором году кишиневские войска именно кишиневские девяносто втором году 22 июня также как нацистская германия в 4 утра начали бомбить тирасполь и бендеры то же самое что фашисты то же самое что фашисты моя санду а пардон моя григорьевна еще раз у тебя все карты в руках почему я к тебе на ты да потому что младше меня первую очередь ты младше меня но у тебя все карты в руках сделай так чтобы в молдове не было войны сделай так чтобы не было эскалации конфликта на территории молдовы сделай так чтобы люди в молдове жили правильно жили чисто спокойно хорошо чтобы никто не боялся своего будущего который может завтра не наступить или наступит и он получит мизерную пенсию может быть хватит оборовать те деньги которые уже воровать невозможно елки-палки ладно в общем вот такой вот мне выпуск сегодня ребята ну как говорится из песни слов не выбросишь всем удачи не забудьте подписаться поделиться видео с друзьями оставить лайк свои комментарии ну и да конечно у меня в конце каждого видео идут эти qr-коды и в описании каждому видео идут ссылочки если вы хотите пожертвовать на развитие нашего канала милости просим все спонсоры будут в следующих видео называться красной строкой мы будем писать ваши имена вот такие вот дела ну всем удачи пока удачи удачи